Добрый уже вечер, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Сегодня мой доклад, как уже сказал Лев Вадимович, называется следующим образом. Увиальная меланома, взгляд онколога. И я попробую остановиться не на тех вариантах лечения метастатической болезни, лекарственного лечения, которые есть, а все-таки на более практических вещах, которые должны объединять офтальмолога и онколога, и которые мы бы хотели видеть от офтальмологов, если они это делают, чтобы это было отражено в их медицинских документах. Я не буду подробно останавливаться на локализации, поскольку уже это подробно было освещено в нескольких предыдущих докладах. Понятно, что увиальная меланома – это по частоте встречаемость от всех меланомов вторая меланома, следующая по частоте идет меланома слизистых. Действительно, как говорил сегодня уже Лев Вадимович, увиальная меланома – это орфанная болезнь, мы ее так называем, но она не отнесена к списку орфанных заболеваний. К сожалению, этиология этого заболевания до конца также не изучена. Есть на сегодняшний день стандарты лечения первичной опухоли, о которых вы слышали и слышали блестящие доклады сегодня. Опять же, я не буду перечислять эти варианты лечения ввиду отсутствия времени. И нет стандартов адювантной терапии. В принципе, какой-либо адювантной терапии для этих больных на сегодняшний день не существует. Наиболее часто метастазы наблюдаются в печень, как вы сегодня уже опять это слышали. Опять же, повторюсь, что менее 4% пациентов имеют метастазы при первичной диагностике заболевания. И вот это наши данные, представленные нашего отделения. Большинство метастазов – это метастазы в печень. И, конечно, встречаются другие органы, но порядка 90% всех метастазов, как по литературным данным, так и по нашим данным, это метастазы в печень. По нашим данным, среднее время до прогрессирования у наших пациентов составило 45 месяцев. Был даже один больной со сроком 28 лет. Мы понимаем, что стандартная химиотерапия, будь то полихимиотерапия, монохимиотерапия, какие препараты не пытались использовать онкологи, к сожалению, не настолько эффективна, как нам хотелось бы. Всегда эти исследования ограничены небольшим количеством пациентов. Бывают, наверное, казуистически описанные полные ответы и совсем небольшое количество частичных ответов. Я хочу сказать, что действительно, на АСКО 2016 года я специально взяла этот слайд, для того, чтобы показать, что ни несколько лет назад, ни сейчас, к сожалению, ситуация не изменилась. И с созданием новых современных препаратов, теразинкиназных ингибиторов, к сожалению, результаты пока не обнадеживающие. И даже один из докладов на АСКО в этом году назывался вот таким вот образом. Поэтому мы сегодня не будем подробно останавливаться на системном варианте терапии. Но что хотелось бы отметить и на что хотелось бы обратить внимание, в конце моего доклада мы поймем, почему так. Что системная терапия дает в медиану общей выживаемости порядка 9-10 месяцев. А терапия, которая направлена непосредственно на метастазы в печень, дает более лучшие показатели как выживаемости без прогрессирования, так и общей выживаемости этих пациентов. Поэтому, конечно, нам хотелось бы наиболее рано выявлять у данных пациентов метастазы. И к методам локального лечения метастазов в печени относится хирургическое лечение, иммуноэмболизация, химиоэмболизация, радиоэмболизация, различные варианты инфузии химиопрепаратов и изолированная перфузия печени. Мы видим, что хирургическое лечение метастазического поражения печени в том случае, когда возможна R0-резекция, то есть когда не остается ничего, увеличить выживаемость пациентов до 27 месяцев. Поэтому, конечно, чем раньше будет болезнь выявлена, тем успех локального лечения будет лучше. Чем же определяется прогноз и как нам попытаться более рано поймать прогрессирование процесса? Да, есть клиникаморфологические признаки, о которых вы хорошо знаете. Это возраст, толщина и диаметр опухоли, вовлечение целлярного тела, экстракулярный характер, рост и эпителеоидный тип. И есть различные хромосомные изменения, о которых немного говорила сегодня уже Светлана Владимировна. Это моносомия третьей хромосомы, гисомия короткого плеча шестой хромосомы, амплификация восьмой. И на сегодняшний день существует уже разработанный коммерческий тест, который называется DecisionUM, который оценивает профиль экспрессии 15 генов, которые относятся к прогностическим генам. И также мутации в генах BAP1, SF3B1 и EIF1AX. И для чего все это нужно? Для того, чтобы попытаться разделить пациентов по группам прогноза. Офтальмологи всегда это отмечают, и мы у себя это видим, что метастазы в печень у пациентов могут появляться через 2 года после первичного лечения, а могут появляться через 10 лет. И как оценить, у какого пациента они появятся наиболее рано, у какого пациента появятся наиболее поздно, и правильно подобрать для них динамическое наблюдение. Этот тест, который оценивает экспрессию 15 генов, был на сегодняшний день доступен в ограниченном количестве в России. И он был оценен в различных исследованиях. Это публикации 2012 и 2014 года, далее будут более новые публикации. Мы видим, что по результатам этого теста мы получаем ответ, к какому типу опухоль принадлежит, к классу 1 по прогнозу, либо к классу 2. Далее в одной из этих работ была проведена оценка его взаимоотношения с моносомией 3, третьей хромосомы, которая автоматически относится к пациентам к неблагоприятному прогнозу. И, конечно, есть один нюанс. Этот тест имеет ограничения в том плане, что, во-первых, он не исследовался на опухолях, которые подверглись лучевой терапии до забора морфологического материала. Мы знаем, что на сегодняшний день большая часть пациентов получает локальное лечение не всегда с верификацией заболевания, не всегда с морфологическим материалом до начала этого лечения. Поэтому у этих пациентов этот тест и молекулярно-кинетическое исследование не оценивалось. И также, если в образце большое количество некрозов, то, соответственно, провести молекулярно-генетическое исследование также будет затруднительно. И вот в конце апреля 2016 года вышла публикация, которая сравнила молекулярную классификацию по данному тесту, толщину, здесь диаметр первичной опухоли и выживаемость без прогрессирования пациентов. И мы видим, что выживаемость без прогрессирования пациентов у второго класса, которые относятся к более неблагоприятной прогностической группе, гораздо хуже, особенно при диаметре первичной опухоли более или равном 12 мм. То есть в дополнение к этому тесту существует еще и такой прогностический клинический критерий, который может оценить непосредственно офтальмолог при первичной диагностике заболевания. И мы видим, что пятилетняя выживаемость также различается в данной подгруппе пациентов, когда при втором классе общая выживаемость 100% против 26% среди тех пациентов, у которых опухоль более 12 мм. Также был опубликован анализ 81 пациента, когда пытались сопоставить молекулярную классификацию на основании этого теста, драйверные мутации, которые мы на сегодняшний день имеем возможность изучать и изучаем в нашем онкологическом центре, в том числе это ГНАК и ГНА-11, и статус метастазирования. Было выявлено, что вот этим красненьким обозначено класс 2, что у большинства из них имеется мутация БАП-1, соответственно, которая относится также к неблагоприятному прогнозу, и у большинства из них, вот черненьким отмечено, были выявлены метастазы. В отличие от первой группы более благоприятного прогноза, где метастазы наблюдались у лишь небольшого числа пациентов. Нами также оценивается частота мутаций в генах ГНА-11, в дополнение к этому мы изучаем КИТ, НРАС и БИРАФ, и у 36 пациентов было проведено это молекулярное исследование. Вот что мы получили, что мутации НРАС не было ни у одного больного, мутация в гене КИТ наблюдалась в 5,6% случаев, у нескольких единичных больных были мутации БИРАФ, и в основном основную когорту пациентов составили мутации ГНАК и ГНА-11, что является самым характерным на сегодняшний день для овиальной меланомы. И вот такой вот алгоритм был предложен в публикации 2014 года при начале и при лечении пациентов с первичной овиальной меланомой. При определении прогностического теста, а для этого необходимо получить морфологический материал, но для данного теста достаточно небольшое количество материала, как описывают производители, пациенты определяются в группу прогноза класса 1А, класса 1Б и класса 2. По данному молекулярному генетическому заключению вам сразу дается ответ, к какому классу пациент относится. И если у пациента низкий риск прогрессирования, стандартное ежегодное обследование печени в тот момент, когда пациент к вам приезжает для осмотра глаза. Если мы видим, что у пациента промежуточный риск, то каждые 6 месяцев они рекомендуют чередовать. Первые 6 месяцев выполнить обследование печени, на следующие 6 месяцев забрать кровь на печеночные ферменты. И при высоком риске прогрессирования каждые 3 месяца чередовать первые 3 месяца обследование печени инструментальной, через 3 месяца, то есть на 6-й, сделать кровь. И далее на 9-е опять обследование. Таким образом, получается, раз в полгода пациент выполняет МРТ либо УЗИ печени, и раз в полгода выполняет анализы крови. Далее, если выявляется метастазирование, искать предсказательные какие-то маркеры эффективности лекарственного лечения и пытаться подобрать персонализированную терапию. Но это, наверное, немножко будущее. И также, если у пациента из высокого риска сразу были выявлены метастазы в печень, также выполнять ему предсказательный тест. Если не были выявлены метастазы в печень, может быть именно этих больных. И забирать в клинические исследования по эффективности адювантной терапии. Да, пациентов будет меньше, но во всяком случае мы сможем оценить эффективность адювантной терапии у неблагоприятной группы пациентов. Иначе оценивать эффективность данной терапии, которая на сегодняшний день пока еще ничего не показала, у благоприятной группы пациентов и ждать результатов через 10 лет достаточно экономически невыгодно. И мы видим, что в зависимости от молекулярного класса 5-летний риск метастазирования отличается от 2% до 72% во втором классе. И здесь схематично я уже, так чтобы было видно на большом экране, представила тот алгоритм обследования, который предлагается для того, чтобы вовремя выявить метастазы в печень. Потому что чем раньше они будут выявлены, тем мы сможем более эффективно провести локальное лечение метастазов в печень и тем улучшить выживаемость данного конкретного пациента. Да, на сегодняшний день отсутствуют эффективные варианты системной терапии. Независимо от того, что для диссиминированной меланомы кожи они активно развиваются, но пока ни иммуно-онкологическая терапия, ни таргетная терапия не продемонстрировала тех значимых достижений. Но что мы имеем? Мы имеем возможность молекулярного прогнозирования. Поэтому у нас большая просьба, как у онкологов к офтальмологам, когда вы выписываете пациентам, вы большинству уже определяете самим моносомию 3. И в принципе всегда это можно указывать в описном эпикризе пациента. Также указывать характеристики первичной опухоли для того, чтобы мы могли посмотреть, что уже было сделано, и не повторять каких-то обследований. И для того, чтобы мы лучше с вами понимали друг друга и лучше понимали пациента, к какой группе он относится. И что мы предлагаем? Мы предлагаем определять генетические факторы прогноза. Мы на сегодняшний день можем определять хромосомные нарушения, стандартные драйверные мутации, интенсивное наблюдение у специалиста-онколога, выполнение обследования по показаниям. Продолжаем, конечно, изучать химиотерапию, различные ее варианты, иммунотерапию и локорегионарную терапию. Спасибо большое, Кристина. Я хочу подвести итог. Я не буду просить вас задавать вопросы, потому что сейчас нет времени, но что интересно, что бросается в глаза, мне как онкологу. В онкологии есть такой взгляд на события, которые приводят к новым открытиям, что многие открытия начинаются из гематологии и потом приходят в онкологию. Они проходят там первую обкатку и затем уже более широким образом покрывают нужды и общей онкологии, и частной онкологии. Что удивительно, что вот на примере этой части, которую вы сейчас нам рассказали, такое ощущение, что именно из глазной формы меланомы идет вот прямо революционная такая ситуация, связанная с генетическим типированием и выбором прогноза, и в том числе возможного эффективного лечения. Я почти не сомневаюсь, что через 10 лет это будет просто не узнать эту тему. Это совершенно точно. Поэтому, конечно, нам нужно очень хорошее, большое взаимодействие между офтальмоонкологами и онкологами. И тогда эта проблема, возможно, будет серьезным образом подвинута на то место, на котором должны быть все проблемы, которые сегодня частично решаются онкологами. Поэтому давайте мы эту часть офтальмоонкологическую завершим и решим, что нам делать дальше. У нас есть ваша еще часть продолжающаяся, она слизистая, да? Вот. Но сколько вы 3 минуты расскажете нам про меланомы слизистых? Ну, хорошо. Вот Алексей Викторович говорит 3 минуты перерыва, 5 минут перерыва, а потом кто придет, тот придет. Давайте. Ну, давайте тогда сразу. Как вы скажете, мы работаем, просто мы работаем для вас, как говорилось в рекламе. Там Леня Голубков или кто-то так говорил. Да? Просто мы работаем. Для вас. Все уже устали, но я смотрю, люди не уходят за аудиторию, значит, им действительно интересны данные редкие патологии. Как я уже сказала, меланома слизистых является еще более редкой патологией, чем у вяльная меланома. И большая часть из нее приходится на локализацию в области головы и шеи, что составляет порядка половины от всех меланом слизистых, аноректальная область и вульвовагинальная область. Что плохо, что мы не имеем на сегодняшний день никаких известных факторов риска этого заболевания. Но мы знаем об известных мутациях. Это мутации в гене КИД и мутации в гене БРАВ. Наиболее часто, конечно, встречается мутация в гене КИД по ряду разных авторов от 1 до 39%. А значит, что мы можем использовать определенные таргетные препараты, которые воздействуют на 2 эти мутации. Это клинические примеры пациентов с локализацией в области головы и шеи. Это данные одного из исследований по различным драйверным перестройкам, которые определяются в меланоме слизистых. И мы видим, что да, КИД-мутация известная. БИРАВ в этом исследовании не было выявлено. Но появились данные. Первые данные о том, что 24% пациентов имеют мутацию в гене НРАЗ. Но, к сожалению, на сегодняшний день, как вы все хорошо знаете, пока еще нет препарата, который бы блокировал ген НРАЗ. Поэтому ведутся только клинические исследования. Поэтому это пока только как перспективная мишень на будущее. Основной мишенью все-таки является КИД-мутация и мутация БИРАВ в меньшей степени. Что хотелось бы отметить про КИД-мутацию. Да, мы знаем, что она состоит из нескольких... Тирозин-киназный рецептор состоит из нескольких экзонов. 9, 11, 13, 17, 18. Я специально остановилась на этом подробно, потому что частота в зависимости от экзона встречается также с разной степенью. Например, в 11 экзоне в половине случаев, в 13-м порядка 20% случаев. Это два наиболее часто определяемых экзона мутации. Но все-таки мы рекомендуем определять мутации и в 9, и в 17, и в 18 экзонах для того, чтобы не потерять тех пациентов, которые в действительности имеют КИД-мутацию. Поэтому при направлении на молекулярно-генетическое исследование желательно определять 5 экзонов гена КИД. И если мы сравним меланому кожу, меланому слизистых и увиальную меланому, то мы увидим, что наиболее худший прогноз имеет меланома слизистых. И медиан общей выживаемости составляет 9,1 месяц. Вариантами терапии являются стандартный подход хирургического лечения, лучевая терапия, химиотерапия, тагетная терапия, которая воздействует на КИД и БИРАФ, и иммуно-онкологическая терапия. Лучевая терапия – это тот вид терапии, который при меланоме слизистых оболочек, особенно в области головы и шеи, хорошо себя зарекомендовал и отражен в ансесеновских рекомендациях в качестве послеоперационной лучевой терапии, независимо от того, где локализуется, в какой части области головы и шеи локализуется меланома. При этом мы видим, что меланома слизистых – одна из того варианта меланом, у которой проведение адювантной химиотерапии связано с увеличением общей выживаемости. Мы видим исследование, в котором сравнивалось три различных подхода – высокие дозы интерферона, полихимиотерапия томозоламидом с цисплатином – это группа С, красненькая, и группа А – динамическое наблюдение. И мы видим, что по всем параметрам, по медиане безрецидивной выживаемости и по медиане общей выживаемости, полихимиотерапия выиграла в качестве адювантной терапии у пациентов с меланомой слизистых. И она дает 20-месячную медиану безрецидивной выживаемости и порядка 50 месяцев медиану общей выживаемости. Что мы знаем про генкит? Мы знаем, что, конечно, при определении мутации в 11 и 13 экзоне, это наиболее чувствительные считаются экзоны к терапии мотинибом, наблюдаются и частичные ответы при лечении этих пациентов. Но также и про другие экзоны не стоит забывать, и ответ на терапию имотинибом коррелируется со статусом генокит. Была такая публикация, клиническое наблюдение, когда был отмечен полный ответ, в том числе патоморфологический, после хирургического лечения у пациента с меланомой в области головы и шеи и мутации кит. Пациент исходно был неоперабельный, с двухсторонней лимфоденопатии, у него была определена мутация кит, назначена терапия имотинибом в стандартной дозировке, и опухоль переведена в операбельное состояние, и после выполнения хирургического лечения и патоморфологического исследования подтвержден полный патоморфологический ответ. Я специально представила этот слайд для того, чтобы не было дискуссий. На сегодняшний день все-таки имотиниб был и остается вариантом терапии для этих пациентов, независимо от того, что появляются другие кит-ингибиторы. И вот в этом году на АСКО было представлено исследование второй фазы дазотиниба у пациентов с четвертой стадией меланомы, и показано, что все-таки, вот последнее предложение, что все-таки кит, как был первым ингибитором, и вариантом выбора среди кит-позитивной меланомы, так он и остается. Что касается иммуно-онкологической терапии, был проведен объединенный анализ пациентов с меланомой слизистых, с различных исследований. Это исследования первой фазы, второй фазы и третьей фазы, где оценивали эффективность либо монотерапии неволумабом, либо комбинации неволумаба с эпилемумабом, либо эпилемумаб отдельно. И мы видим, что количество пациентов в каждых исследованиях с меланомой слизистых всегда равно и составляет практически 10% от общей популяции пациентов. И мы видим, что медиана выживаемости без прогрессирования среди пациентов с меланомой слизистых варьирует от 2,7 месяцев на эпилемумабе до 5,9 на комбинации эпилемумаба и неволумаба. При этом, конечно, частота объективного ответа меньше, чем при меланоме кожи, но, тем не менее, она существует и варьирует от 8,3 на эпилемумабе до 23 на неволумабе и до 37 на комбинированной терапии эпилемумабом и неволумабом. При этом также отмечены полные ответы. Что бы мне хотелось сказать в заключение, что, конечно, меланома слизистой локализации это редкое заболевание, и когда онкологи с ней сталкиваются, то они всегда знают, что делать. И, конечно, показатели выживаемости меланомы слизистых хуже, чем при меланоме кожи. И в данном случае адювантная химиотерапия имеет свое место, и она оправдана при назначении у этой популяции пациентов. И иммунотерапия также все-таки на сегодняшний день демонстрирует определенные эффективные варианты лечения, но, конечно, эффективность пока еще ниже, чем при лечении пациентов с меланомой кожи. Но, во всяком случае, это дает какой-то шанс этим пациентам. Ну и стандартным вариантом остается терапия на основе имотениба для гид-мутированных больных.